Вымогают деньги голосами родственников и друзей, представляются сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций. Современные интернет-мошенники придумывают новые уловки для обмана. В своих махинациях они начали использовать даже искусственный интеллект. С начала года их жертвами стали свыше 9 тысяч казахстанцев. О том, как обезопасить себя и свои сбережения, узнавала Асимжан Жизбаева. Отправляя голосовые сообщения, учтите, что они могут стать инструментом для вымогательства денег у ваших знакомых мошенниками. Как это происходит? Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. На основе вашего голоса с помощью искусственного интеллекта создают сообщения с просьбой о переводе денег и рассылают их контактам жертвы. В данной ситуации могут пострадать два человека. Тот, кто получает голосовые сообщения и тот, от чего имени они приходят. В аналогичной ситуации чуть не оказался житель столицы. Парень рассказывает, что совсем недавно мошенникам удалось взломать его аккаунт. А после началось самое страшное. Как-то раз был случай с моего телеграм-аккаунта. Мы отправляли сообщения всем моим контактам и мой друг запереживал мне, как получил такое сообщение с просьбой о деньгах. И мне удалось восстановить свой аккаунт. После этого я проверил сообщения этих мошенников. Там были просьбы отправить различные суммы, но реквизиты были не казахстанских банков. И в итоге никто из моих контактов не отправил деньги этим мошенникам. На днях агентство по финансовому мониторингу сообщило о фактах телефонного мошенничества, когда злоумышленники выдает себя за представителей АФМ. Они уведомляют о якобы приостановлении операции по банковским счетам и просят предоставить конфиденциальные данные, направляя поддельные документы. В таких случаях создание ощущения срочности и паники является одной из главных тактик мошенников. Ни представители банков, ни представители государственных органов ни в коем случае не обращаются ни к одному гражданину, ни посредством телефона, ни посредством мессенджеров. То есть WhatsApp, Telegram. Никогда есть четкие инструкции. Если это государственные органы, значит это будет официальное извещение. Обязательно через официальные каналы. То есть это либо через ЕГОВ будет приходить, либо заказным письмом по электронной почте. По данным МВД, за полгода в стране было зарегистрировано более 9 тысяч фактов интернет-мошенничества. Также среди распространенных случаев остается получение предоплаты за услугу либо товар по объявлениям, оформление онлайн-кредитов, а также предложение о вложении денег в инвестиции, либо раскрутка средств в различных проектах. Заблокировано более 16 тысяч фактов интернет-ресурсов противоправного характера, из которых более 4 тысяч по интернет-мошенничествам. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничков, МВД рекомендует не распространять свои данные, анкетные, банковские данные третьим лицам, не проходить по ссылкам, поступающим по СМС-коду на WhatsApp, либо на электронную почту. Важно помнить, что эта статистика включает лишь зарегистрированные инциденты. Множество случаев остаются вне официального учета. Поэтому прежде чем совершить какие-либо действия, связанные с вашими финансами, проверьте информацию через официальные источники и при необходимости проконсультируйтесь с ответственными специалистами.